Бокертов, доброе утро! Начинаем наш первый урок по новой недельной главе в Бешалах. Урок памяти моей мамы Ида Бат Якоб. Сегодня 13 лет как ее не стало. Урок за поднятие туши моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владимира бен Григорий, за поднятие души Ури бен Харитон, за здоровье Полина Первого от Соня Сура и Светлана Батклара, и за хороший шедух Арон Арье бен Двойра. Глава Бешалах. И было, когда отпустил фараон народ, не повел их всесильный по короткой дороге через страну Приштим. Потому что коротко этот путь. Как это понимать? Написано, как бы не испугался народ при виде войны. Какая война там могла быть? Дело в том, что короткая дорога проходила через страну Приштим. Приштим это очень сильная армия, и они нас бы так просто не пропустили без войны. И поэтому всесильный повел нас другой дорогой к морю Суф, к Красному морю. Очень интересно описывает Медраж, что колено Ефраима, вооруженные стрелки из лука, в количестве 300 тысяч человек, вышли за 30 лет до назначенного времени выхода из Египта. Они посчитали, видно, ошибочно дату, как Медраж нам рассказывает. И прибавили 400 лет, которые Всевышний говорит в главе Леханха. К той дате, когда Аврагам заключает союз между половинами. И получилась эта дата, и очевидно они вышли. Все 300 тысяч человек были убиты. И не были захоронены. Это мы читаем об этом в книге пророка Ехескеля. Он пишет «Виджу долину, полную костей». И вот это колено Ефраима. Так Медраж нам объясняет это место. Поэтому если бы увидели столько убитых, мы бы вряд ли пошли бы прямой дорогой через страну Приштим. Испугались бы при виде такой войны. Поэтому Всевышний нас отправил в пустыню Итам. Интересно, что эта пустыня Итам встречается в Торе и на берегу моря Сув, перед которым мы стоим, и на том берегу моря Сув, куда мы выходим. Наши мудрецы говорят, возможно мы прошли выше из пустыни Итам, прошли в море какую-то круг, какую-то петлю может быть, и верулись в то же место. Есть такое даже мнение мудрецов. Хотя впечатление от текста, что мы просто пересекли море Сув. После пустыни Итам написано, мы пришли в Мигдоль. Что это такое? Есть мнение, что это город, есть мнение, что это башня, но он расположен напротив последнего идола Египта, которого Всевышний не уничтожил, который называется Бальцфон, идол севера. Всевышний над всеми идлом Египта совершил суд, всех их уничтожил. А вот этого идола он оставил для того, чтобы фараона заманить в пустыню. И фараон понял, что этот идол нас задержал, лазучники ему доложили, шпионы его, что сыны Израиля стоят возле этого идола. И он сам запряг свою колесницу и кинулся на нас с войском и взял 600 колесниц от сборных, все колесницы Египта и погнался за нами. Когда он подошел к нам, то Всевышний ему не дал приблизиться. Он поставил столб огненный и не дал ему пройти. Конечно, мы испугались. Это было не просто так. Армия фараона гонится за нами, вооруженные люди, и они хотели нас вернуть или убить, трудно сказать, что это было. Естественно, убить это, потерять столько рабов, они не хотели. И что было дальше делать? Мнение народа разделилось. Часть людей говорит, надо воевать, погибнет так погибнет. Другие сказали, что нет, пойдем в море, утонем так утонем. Третьи говорят, будем молиться. Четвертый говорят, давайте вернемся в Египет. Маше молится Всевышнему. Всевышний говорит, что ты вопьешь ко мне? Наведи посох свой на море и рассеки его. Маше молится, наводит посох свой на море. Был князь Иудеевский Навшон, сын Амин Адама. Он был братом Ильишевой, жены Агарона. Он первый пошел в море, говорит, или утону, или откроешь Всевышний море. Он научился, очевидно, у нашего братца Аврагама, когда тот шел, и Сатан превратился в воду, и Аврагам шел приносить Исхака на жертвник, и говорит Всевышнему, если ты воду не уберешь, значит, я не выполню то, что ты сказал. Пошел в воду, и Всевышний открыл эту воду, убрал. То есть здесь то же самое море перед Накшоном, сыном Амин Адама, начало раскрываться. Всевышний гнал море сильным восточным ветром. И так, море было открыто, Всевышний сделал хорошую, ровную, сухую дорогу, и мы по ней пошли. А египтяне кинулись за нами вдогонку. Мы шли, у нас были стены слева и справа, были стены, как смёрзшиеся. И если мы протягивали руку к стене, то вода нам давалась очень хорошая. А что касается египтян, то ихнюю дорогу Всевышний превратил в жижу. И в это грязь было, и они застревали в это грязи, тем более она была горячая, и начали колеса гореть, и кони волокли их с трудом. И они поняли, что происходит, говорят, бежим от Израиля, или Бог сражается за них, с Египтом. Пытались они вернуться, но Всевышний сказал навести посох на море, и довёл Маше посох свой на море, и море стало стеной, за спиной сону в Израиле, и мы шли посоху среди моря, а Всевышний вернул море в прежнее состояние, египтяне потонули в море. На этом наш сегодняшний урок заканчивается, всем всего самого до лучшего, до следующих встреч.